Приветствую дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко и вы смотрите канал Быть Программистом. Сегодня видео у нас из категории веб-дизайн, звучит оно простые правила выбора цвета в веб-дизайне. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропускать уведомления, жмите кнопочку лайк обязательно, поскольку она очень стимулирует меня записывать новые ролики, и пишите комментарии, свое мнение или задавайте вопросы. Итак, мы начинаем ролик. Первое правило, которое все должны применять, не изобретать цветовую схему. Как оно бывает на практике? Нам поступает заказ, либо нам нужно сделать дизайн макет какого-то сайта определенной ниши, и мы начинаем думать над цветом, какой бы цвет нам использовать. Так вот, ребята, первое, что вы должны делать, это не думать о цвете, а смотреть и искать, какие цвета используются уже в этой цветовой нише. Почему? Потому что, все цвета для всех практически ниш существующих уже придуманы кем-то до нас. Мы не должны искать новый цвет, изобретать его, мы должны использовать что-то похожее на то, что уже есть. Почему? Потому что глаз аудитории привык к уже существующим цветовым гаммам. То есть, первое, что вы должны делать в этой ситуации, открыть Google, либо другие какие-то сайты портфолио, и начинать ресетч, искать сайты из этой ниши и смотреть, какие там цветовые решения используются. Вот вам явный пример. Смотрите на экране, у нас две цветовые гаммы. Казалось бы, они очень близки к зеленому цвету, да? Слева вот такие бирюзовые цвета, которые похожи на зеленый, и справа, это по сути простой человек скажет, что это зеленый цвет. Но, когда мы смотрим на первую картинку, мы четко понимаем, что это сайт медицины. Когда мы смотрим на вторую картинку, мы четко понимаем, что это сайт из категории эко, био, натуральное что-то. Правда? Почему так? Потому что глаз аудитории, глаз человека привык. Первые тона на первой картинке, это медицина, это халаты, это бахилы, это все что угодно, да? Второе, это эко. По этой причине уже есть определенный старт, который вы должны использовать, и используя ресетч, искать эти цветовые схемы для определенных ниш и от них отталкиваться. Предположим, есть какая-то клиника, у которой брендовые цвета красные. Если вы сделаете весь сайт в красных тонах, человек, который будет заходить случайно на этот сайт, вряд ли будет понимать, что это медицинский сайт, медицинской тематики. Движем дальше. Где искать вот эти самые цветовые схемы? Первое, конечно же, Google. В Google два способа. Первый, поиск статей, потому что для дизайнеров есть куча статей, топ цветовых решений, цвета тренда 2020 года и так далее. И второе, это поиск Google картинок. То есть мы прямо в Google пишем сайт медицинской тематики. Лучше всего, конечно, производить этот поиск на английском языке, так у нас будет охват всего мира и мы больше информации найдем по этому поводу. Поэтому Google это первый источник, где мы ищем решения для выбора цвета. Второе, это Behance. Behance это портфолио для других фрилансеров, других дизайнеров. Опять же, немножко сложнее с поиском, потому что мы там обрабатываем, смотрим все подряд. Но в любом случае, это отличная площадка для вдохновения, для поиска таких цветовых решений. Дальше. Aours.com. Это вообще самый топовый, из которого я могу вам предложить. Но больше он подходит не для выбора цветов, а для вдохновения. Это сайт, куда выкладываются лучшие работы со всего мира. И dribble.com. Это тоже портфолио дизайнеров. Там мы ищем различные решения, различные цветовые гаммы. Теперь смотрите. Ошибка номер 2. И, собственно, отсюда и следующее правило. Не нужно использовать классический RGB. RGB это наши основные цвета. Красный, Red, Green. Это зеленый, Blue, это синий. И, по сути, вся наша палитра цветов в дизайне, да и в вебе, потому что мы не раз используем RGB при верстке. Это основа смешивания вот этих трех цветов. Ни в коем случае не используйте. Красический, красный, классический зеленый, классический синий в своем дизайне. Почему? Потому что это тон неграмотного дизайнера. У людей сразу идет ассоциация с каким-то новичком, с каким-то рисунком, сделанным в Paint, в Windows. Там, не знаю, каком-то старинном, который мы еще в школе на уроках информатики использовали и рисовали что-то. В этой причине ни в коем случае не используйте классические цвета. А смешивайте его, чтобы получить классный оттенок. Вот смотрите, что мы видим на экране. Мы видим синий, но разные оттенки. Зеленый, но разные оттенки. Красный, но разные оттенки. За счет чего получились цвета? За счет смешивания их с другими цветами. Например, с белым. Например, с черным, с более темным и так далее. У нас получаются такие классные цветовые решения. Вот это нужно делать и вам. Второе. Нужно ли это делать самому экспериментами в фотошопе? Вряд ли сейчас вы как новички, либо как начинающий веб-дизайнере, справитесь и сделать классические такие классные схемы. Но есть специальные сервисы, которые вам в этом помогут. В этом видео вы о них, собственно, и узнаете. Правило следующее, которое нужно применять при веб-дизайне, это лимитируйте количество цветов на сайте. Это тоже очень важно. Новички, замечая, выбрали палитру, да, там у них 6 цветов. И они вот эти 6 цветов кидают в этот сайт. Нет, ребята, это неправильно. Первое, что у вас должно быть? Первое, цвет для фона нужно определиться. Это может быть светлые, белые, либо светлые. Второе, цвет для текста. Следовательно, если фон у вас светлый, значит цвет для текста у вас темный. Либо наоборот, цвет для текста у вас может быть светлый, но тогда фон должен быть темным. И пошло. Акцент color. Это один цвет акцент, да. То есть основной цвет, например, зеленый. И для него нужен еще вспомогательный для ховер эффекта, для наведения. Например, вы сделали зеленую кнопку, значит при наведении у нее для придания динамики вашему сайту нужно поменять цвет. Либо чуть-чуть светлее, либо чуть-чуть темнее. Поэтому, по сути, для акцент color еще нужен вспомогательный акцент color. И далее идет еще один вспомогательный цвет, который идет для других вспомогательных элементов. И ему тоже нужен ховер элемент. По сути, у вас получается сайт, если по цветам брать, это четыре цвета, да. Два акцента и для них ховеры. И фон, и текст. Текст, например, черный, фон белый. Образно. Все, на этом нужно остановиться. Вот вам явный пример, да, того, о чем я говорю. Смотрите на картинку слева, значит у нас цвет первый. Это основной цвет для наших кнопок. Цвет второй. Это цвет при наведении на этот первый цвет. То есть, все кнопки, которые будут иметь у нас первый цвет, при наведении мы им дадим второй цвет. Цвет третий, который вы видите на картинке, это вспомогательный цвет. Цвет четвертый, это для наведения, для вспомогательного цвета. То есть, по сути, у нас тут четыре цвета, но они на сайте у нас будут как два цвета. И при наведении уже будут выплывать еще вспомогательные вот эти два цвета. Но это будет в динамике и оно не будет пестрым. Дальше. Для фона используем светлый белый цвет, какой используется, собственно, на экране сейчас. Для текста используем темный цвет. В данном случае у нас не черный цвет, скорее всего, это 6 строек, но он идеально сочетается, то есть контраст идеален. И теперь представьте себе сайт для медицинской тематики вот в этой цветовой гамме, которую вы видите на экране. Цвет идеально читается на светлом фоне, цвет текста имею ввиду, и цвет кнопок, цвет элемента, зеленый, идеально сочетается и с текстом, и с фоном. Вот это пример правильного использования цветовой схемы. Дальше. Используйте инструменты для подвора цветовой схемы. То есть не нужно ее выдумывать, как я уже сказал, да? Почему? Потому что получится кракозябли у вас. У вас еще наверняка нет стиля, чувства в стиле, чувства выбора цвета, поэтому есть сервисы, которые математически подбирают близкие цвета. Что это за сервисы? Я вам порекомендую следующий сервис. Это Colors для начинающих, это Polyton, это уже более для бывалых, это Brand Colors, это цвета очень известных брендов. То есть если вам нужны, например, цвета Фейсбука, может быть у вас блог какой-то связанный с Фейсбуком, и вы хотите там сделать, либо весь сайт сделать в цветах Фейсбука, вы используете цвета Фейсбука, прямо берете их на этом сервисе. И это Pinterest, очень замечательный сервис, это социальная сеть для креативчиков, и там, ребят, не только цвета, там вообще есть все, что угодно. Там есть и сайты, можно вдохновляться сайтами, там есть и различные 3D персонажи, там даже разработчики игр постоянно вдохновляются, там есть фотографии природы, всего, чего угодно. Там есть в том числе и цветовые схемы. Pinterest должен быть у каждого креативщика в закладках, потому что это такая штука, куда можно заходить каждый день и вдохновляться. Вот это ряд инструментов, которые я рекомендую вам при выборе цвета для своего сайта. И обязательно нужно отталкиваться от всех предыдущих правил. Видите, как они все взаимосвязаны. Дальше, пожалуй, последний совет, который я вам дам, это зафиксируйте и не путайте свои цвета в проекте. Вы видели, цвета для медицинской тематики вроде бы все похожи. И очень сложно не запутаться, можно просто взять не тот цвет. По этой причине вы должны их зафиксировать. Как они фиксируются? Ну, смотря в какой рабочей среде вы работаете. Если в программе есть возможность как-то сохранить 4 цвета, чтобы к ним удобно обращаться, тогда это просто шикарно. Вы их сохраняете себе где-то в видном месте и постоянно обращаетесь к определенному цвету. Если такой возможности нет, то что вам нужно сделать? Нужно создать картинку. Вот картинка, как на экране, которую вы сейчас видите. Перетащить эту картинку на рабочее пространство, на ваш холст. И постоянно обращаться к ней с пипеткой. В этом случае вы никогда не запутаетесь. Плохой тон это когда у вас, например, в браузере, в этом генераторе открыты цвета. И вы постоянно перемещаетесь, например, из фотошопа в браузер и копируете код. Это неудобно, эта шутка тормозит. По этой причине при дизайне, даже при верстке, всегда вы свои коды для цветов, верстки, например, создаете в переменные. Чтобы они у вас были где-то прописаны и не постоянно обращаться к ним, не копипастить их. А в редакторе в виде вот таких картинок, чтобы пипеткой можно было быстро к ним обратиться. Вот это были самые основные правила. Начинающие дизайнеры всегда их нарушают. Но, по сути, это не так сложно. Просто нужно анализировать то, что уже сегодня есть. Потому что глаз человека к этому привык. Не нужно, по сути, изобретать велосипед и сувать какие-то свои кастомные цвета. Другой вопрос, когда у человека, у компании есть какой-то бренд color. Другой вопрос. Более того, в медицинской тематике вы видели, у нас 4 цвета. Они все из одной гаммы, из бирюзово-зеленого. Но это не значит, что нельзя туда засунуть еще какой-то цвет. Это без проблем. Акцент color они могут быть из двух разных тематик. Но это другая история. В следующих видео мы еще об этом поговорим. Если вам такая рубрика понравится. По этой причине жмите кнопочку like. И пишите в комментарии, если вы хотите больше видео из категории веб-дизайна. Также, ребята, в описании под этим роликом есть видео. Ссылка на видео презентации обучения по веб-дизайну. Которое веду я. Поэтому, кто интересуется обучением веб-дизайну у профессионала. Переходите по ссылке. И просто посмотрите презентацию. Может быть, вас это заинтересует. У меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока. Друзья, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в описании к видео. Я каждый день выкладываю посты с полезными сайтами из жизни. Которые точно вам пригодятся. Т honour. Подписывайтесь на мой инстаграм. Продолжение следует. До новых встреч.